Важные социально значимые объекты строительства и реставрации на территории Верхней Волжья в Твери, Торжке и Калининском муниципальном округе посетил губернатор Тверской области Игорь Руденя. Ирина Синягина сопровождала главу региона в инспекционные поездки и обо всем подробнее расскажет в следующем материале выпуска. Краснокирпичное здание с белокаменным цоколем расположено на набережной Афанасии Никитина, 46. Один из немногих сохранившихся элементов исторической застройки. Двухэтажный с антресолями дом, довольно редкий для Твери. Это пример архитектурной эклектики со слабо выраженными чертами модерна. Он принадлежал Анне Дмитриевне Тихоновой-Горшковой. После 1929 года стал городской собственностью. До Великой Отечественной войны являлся жилым. Позже там размещались различные учреждения. Сейчас этот объект реставрируется. Объект достаточно сложный, но проектировщики заложили комплекс работ по сохранности этого объекта. Выполнили все работы по усилению фундаментов, гидроизоляции фундаментов. Мы заказали окна по исторической справке, по историческим архивам. Кровли выполнены, соответственно, тоже историческими фотографиями. Все двери, все внутренние заполнения, лепной декор фасадный. Мы все делаем по именно историческим событиям. Главу региона дан ряд поручений, касающихся планировки помещений, отделки, соблюдения качества на всех этапах проведения работ. Далее Игорь Рудене также в областной столице осмотрел стройплощадку будущего футбольного корта. В данный момент идут разработки грунта для укладки инженерных сооружений. В Торжке губернатор ознакомился с ходом строительства детской поликлиники, которая возводится по нацпроекту здравоохранения. В настоящее время учреждения находятся в высокой степени строительной готовности, более 70%. Сейчас ведутся отделочные работы в помещениях, монтаж инженерных систем и фасада здания, благоустройство прилегающей территории. Также Игорь Рудене ознакомился с работой музея Александра Сергеевича Пушкина в Торжке. Глава региона пообщался со школьниками, для которых в этот день были организованы экскурсии и занятия на площадке музея. А чем вы пишете, расскажите. Нравится вам? Да. Уже в ходе осмотра губернатор поручил проработать вопросы о проведении ремонтных работ в учреждении, обновить фасад и кровлю санитарной комнаты. Игорь Рудене при осмотре объекта подчеркнул, важно обеспечить контроль на каждом этапе работ по реставрации этого исторического сооружения. Следующая точка рабочей поездки губернатора – Калининский муниципальный округ село Тургиново. Здесь сейчас идет большая стройка. Рядом можно увидеть будущий ледовый дворец. Его площадь – порядка 6 тысяч квадратных метров. Сзади меня уже расположены и практически готовы жилой дом и дом гостиничного типа, где в будущем будут размещаться спортсмены. На базе ледового дворца планируется проводить учебно-тренировочные занятия и сборы по фигурному катанию, хоккею, конькобежному спорту среди воспитанников спортивных школ Олимпийского резерва по хоккею и ледовым видам спорта. Также здесь могут повышать свое мастерство профессиональные хоккейные клубы и объединение любительского хоккея. Работы идут с опережением графика и находятся на завершающей стадии. Все здания выполнены в монолитном каркасе. Завершены фасады зданий. Ведется внутренняя отделка и завод инженерных коммуникаций. Благоустройство ведется на двух территориях одновременно. На объекте задействовано 384 рабочих сил, 31 единиц техники. Работа производится в две смены. Рядом с ледовой ареной находится жилая застройка. Четырехэтажный жилой дом построен для проживания сотрудников спортивного комплекса. Дом гостиничного типа для временного пребывания всех желающих, кто приедет сюда, чтобы участвовать в соревнованиях и тренировках, проводить активный досуг. Игорь Рудене осмотрел квартиры и дал высокую оценку выполненным работам. Масштабный проект развития Калининского муниципального округа, ледовый дворец, сделан по самым современным требованиям. Два жилых дома, из которых один будет многоквартирный, как служебное жилье для тренеров и для спортивного сообщества. Это служебное жилье на время работы по направлению. И второе, это гостиница, потому что хотели бы, чтобы сюда приезжали на выходные дни, чтобы сюда приезжали команды, молодежь тренироваться, спортивные соревнования. Ну и сейчас рассматриваем возможность малоэтажное, хорошее жилье, которое бы тоже могло дополнить Калининский муниципальный округ, потому что всё больше и больше здесь создаётся объектов. И я думаю, что привлекательность для жилья, для молодых семей, для состоявших семей, для многодетных семей была бы достаточно интересной. Также в Тургинове ведётся строительство пожарного депо. На данный момент возведён каркас здания, сделана кровля, выполнен монтаж стен. В настоящий момент ведутся отделочные работы, монтаж фасада, устанавливаются перегородки, обустраиваются внутренние инженерные системы. Игорь Удени дал поручение проработать вопрос по созданию тренировочного городка для спасателей.